Так, температуры нет, горло, горло не болит, кашля тоже нет, значит я пока здорова. Ой, как бы только не заразиться. Да, благовещенец, паника, охватившая буквально всю нашу страну, добралась и до дежурной. Оно и не мудрено, эпидемия гриппа набирает свои обороты. По многолетним данным, пиковый период по заболеваемости ОРВИ, это 7-8 неделя календаря, то есть февраль. А до него, как говорится, рукой подать. А тут еще ходят слухи, что совсем скоро в Амурскую область придет свиной грипп. Я, если честно, не знаю, что это такое, но звучит как-то необнадеживающе. Я очень боюсь заболеть. Не спеши паниковать, дежурная. Не знаешь, что это такое, давай разбираться. Свиной грипп – острое высокозаразное инфекционное заболевание, вызываемое пандемичным вирусом гриппа А, передающийся от свиньи и человека к человеку. Имеет высокую восприимчивость среди населения с развитием пандемии и характеризуется лихорадкой, респираторным синдромом и тяжелым течением с возможностью летального исхода. Сам вирус свиного гриппа был открыт в 1930 году Ричардом Шоупом США. В течение 60 лет данный вирус встречался и циркулировал среди свиней в Северной Америке и Мексике. Затем свиной грипп регистрировался эпизодически у человека, в основном у работников свиных ферм и ветеринаров. Вот интересно, как им можно заразиться, а? Первый и самый основной путь распространения – это воздушно-капельный. То есть источником является больной человек, чихает, кашляет, вместе со слюной, со слизью носа. Вирус распространяется на достаточно большие расстояния, поэтому, естественно, он может поражать достаточно большое количество людей. И вторым способом распространения является, ну, мы его называем контактно-бытовой, то есть, по сути, это болезнь грязных рук. Свиной грипп легко спутать с обычным сезонным гриппом. У больных поднимается высокая температура, появляется слабость, сухой кашель, першение в горле и мышечные боли. Отличием является постоянная тошнота, неоднократная рвота, нарушение стула. Одним из опасных осложнений при свином гриппе является развитие пневмонии. Поэтому, даже если нет таких отличий, но есть признаки ОРВИ, консультация с врачом лишней не будет. Нет, ну, существуют же какие-то способы профилактики, а? Разумеется, чаще мою руки с мылом или со спиртосодержащими растворами, избегая контактов с больными людьми, а также объятия, поцелуев и рукопожатий. При посещении общественных мест надеваю маску и меняю ее каждые 4 часа. Кроме того, для профилактики гриппа можно пропить противовирусные препараты, но и народное средство, разумеется, никто не отменял. Два-три зубчика чеснока в день, чай с лимоном, имбирем и медом, ингаляции с вареным картофелем и непродолжительные ножные ванны с горчицей. И тогда никакой грипп страшен не будет. Ира, может быть, хотя бы на работе ты снимешь шапку? Хватит дурью маяться. Да и правда, чего-то я, я же вроде бы все предусмотрела. Ира не джурная по рубрике так еще посидит.